Судьбы села Вышнее Большое, Воловского района и Хатыни в годы войны оказались схожими. В марте 43-го фашисты согнали жителей белорусской деревни в один сарай и подожгли. Тогда сгорели заживо больше сотни людей. То же самое, но гораздо раньше случилось на Воловской земле. Зимой 41-го немцы казнили мирных жителей. В заперти оказались 58 человек. Чудом выжили только двое. Один из них это житель села Руднев Дорофей Иванович. Второй спасшийся, его имя неизвестно. Он залез в печь и закрылся заслонкой. Таким образом он остался в живых. Жительнице села Вышнее Большое Акулине Пикаловой тогда было чуть больше 20. Мужа забрали на фронт. Она пряталась с грудным младенцем дома и даже боялась выглянуть в окно. Повсюду были немцы. В тот страшный день фашисты сожгли ее родственника. Они его прямо хватили, вот как он сидел в рубашке. Ну, жена догнала, бросила ему пиджак, бросила ему шапку. Увели. И забрали старого деда. Привели в соседнюю хату к нам, где книзу было. А рядом у нас был домик построен новый. У юбанишу не жили. А когда вот их туда перегнали? Перед утром, ну, в 6 утра их зажгли этот дом. И там они все пожарились. Сегодня в Вышнебольшом о страшной трагедии напоминает этот памятник. Здесь стоял тот самый дом, в котором заживо сгорели мирные люди. Удалось установить лишь 12 имен. Они начертаны на обелиске. Фамилии остальных так и остались неизвестными. А у подножия обелиска камни. Единственное, что осталось от фундамента сгоревшей хаты. Еще один памятник в этом селе хранит историю того страшного времени. В 1972-м местные жители установили его своему земляку-летчику, герою Советского Союза Ивану Солдатову. Макет истребителя Як-1 тогда сделали школьники. А в 2010-м году неподалеку от прежнего памятника открыли новый. Во время войны Солдатов совершил более сотни боевых вылетов. Лично сбил три вражеских самолета. Идея увековечить память нашего земляка, героя Советского Союза, солдата Ивана Алексеевича, появилась у Давыдова Юрия Владимировича. В то время он был учителем труда в нашей школе, в Большовской школе. И вот он решил вместе с ребятами, со школьниками поставить небольшой самолетик, чтобы он, этот самолетик, напоминал людям о том, что наш земляк отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В селе Вышнее Большое хранят и чтят память своих земляков. В местном парке 449 деревьев. Их посадили после войны. Именно столько односельчан тогда не вернулись с фронта. Надежда Крыгина, Андрей Зубков, Липецкое время.